Здравствуйте! На календаре середина июля. Чем так знаменательно эта летняя неделя? Сейчас расскажем. Итак, 15 июля. В 1783 году французский артиллерийский офицер, инженер-самоучка Маркиз Клод Франсуада Роте де Жифруа Дабан испытал первый в истории парохода, точнее пироскав. От греческого пир – огонь и скафос – корабль. Судно водоизмещением 182 тонны тащила одноцилиндровая горизонтальная паровая машина. Однако через 365 метров пути пришлось причаливать. Паровая машина по существу расколошматила судно. От продолжения своей работы пионер пароходостроения отказался, не найдя спонсоров ни среди буржуа, ни в правительстве. И продолжая тему плавсредств. 15 июля 1819 года шлюп «Восток» под командованием капитана 2-го ранга Фадея Белинсгаузена, начальника кругосветной антарктической экспедиции и шлюп «Мирный» под командованием лейтенанта Михаила Лазарева вышли из Кронштадта. Результат экспедиции – открытие Антарктиды. 16 июля 1439 год. В разгар эпидемии чумы английский король Генрих VI специальным указом запрещает поцелуи. По этой причине в моду вошли реверансы. Ничего не напоминает? А еще 16 июля 1867 года бывший садовник Жозеф Манье получает патент на армированный бетон, ставший главным материалом при возведении высотных зданий. Предыстория такая. Француз много лет искал, как делать садовые катки более прочными. Глиняные горшки были слишком хрупкими, деревянные – недолговечными. Кстати, продолжая свои эксперименты, он получил ряд патентов в смежных областях. 17 июля. Для нашей страны это дата начала Сталинградской битвы. Одной из крупнейших в Великой Отечественной войне. Она началась в 1942, а закончилась 2 февраля 43 года. Победа советских войск стала переломным этапом в ходе Второй мировой. Советская армия вырвала у противника стратегическую инициативу. А поражение фашистского блока под Сталинградом подорвало доверие Германии со стороны ее союзников. 17 июля – еще один памятный день в военной истории нашей страны. В 1944 году в Москве прошел марш побежденных. Шествие 42 тысяч немецких военнопленных продолжалось 2 часа 25 минут. Вторая группа из 15 тысяч человек шла еще дольше – более 4 часов. За пленными следовали поливальные машины, символически смывая грязь с асфальта. Ну а спустя ровно год, 17 июля 1945, в Потсдаме открылась последняя конференция лидеров Большой Тройки. Руководителей трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. СССР, США и Великобритании. Иосифа Сталина, Гарри Трумэна и Уинстона Черчилля. В истории она известна как Потсдамская или Берлинская конференция. Целью 17-дневной встречи стало определение дальнейших шагов по послевоенному устройству Европы и, в частности, поверженной Германии. 18 июля – еще одна дата военного лихолетия. В 1941 году на железнодорожной станции Лычково в Новгородской области налетом фашистской авиации был уничтожен железнодорожный состав, эвакуировавший из блокадного Ленинграда около двух тысяч детей. Спустя почти 65 лет, 4 мая 2005 года, в селе на Братской могиле открыт мемориал «Дети войны», а в 2006 году установлена стела. Еще об одном испытании, но уже для другой страны. В ночь с 18 на 19 июля 1964 года в Риме начался сильнейший пожар. К утру пламенем уже была охвачена большая часть города. Только через шесть дней огонь удалось подавить. Множество великолепных храмов, дворцов и общественных сооружений превратилось в руины. Сотни горожан погибли. Повсюду царила паника. В те дни в городе возникли слухи о том, что он был подожжен по приказу императора Нерона, который задумал расчистить столицу для дальнейшей грандиозной перестройки. Согласно легендам, когда императору донесли о пожаре, он наблюдал за огнем с безопасного расстояния. При этом был одет в театральный костюм, играл на лире и декламировал поэму о гибели Трои. 19 июля 1980 года в Москве на большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина открылись 22-е летние Олимпийские игры. В Олимпиаде 80 приняли участие спортивные делегации 81 страны. Официальным талисманом этих игр стал медвежонок Миша, герой русских народных сказок. Его автор – художник Виктор Чижиков. На церемонии закрытия Олимпийских игр под песню «До свидания, Москва», ставшую гимном Олимпиады 80, огромный коричневый медведь на многочисленных воздушных шарах взлетел в небо. Помните этот легендарный момент? На трибунах становится тише, Тает быстрое премя чудес. «До свидания, наш ласка и Миша, Возвращайся в свой сказочный лес». И еще на Олимпийскую тему. 19 июля 1908 года во время четвертых летних Олимпийских игр в Лондоне епископ Пенсильвании Этельберг Талботт произносит фразу «Главное не победа, а участие», ставшую впоследствии знаменитой. А сказана она в связи с трагедией итальянского бегуна Пьетри Доранда, который серьезно готовился к марафону, рассчитывая на победу. Но всего за три километра до золота спортсмен побежал не в ту сторону, потом упал, снова продолжил бег, потом падал еще четырежды, поднимался с помощью судей, но все-таки пересек линию финиша. Продолжаем говорить о спорте. 20 июля по решению ФИДЕ, начиная с 1966 года, отмечается Международный день шахмат. В качестве официальной даты праздника выбран день основания самой Международной шахматной федерации в 1924 году в Париже. ФИДЕ – одна из крупнейших спортивных организаций. Занимается популяризацией шахмат, организацией турниров претендентов, матчей за звание чемпиона мира, шахматных олимпиад и турниров. Присваивает спортивные звания, рассчитывает и публикует официальные рейтинги шахматистов. Кстати, именно 20 июля 1924 года в Санкт-Петербурге на площади Урицкого, ныне Дворцовой, в присутствии 8 тысяч зрителей, и сильнейшие шахматисты города, мастера спорта Илья Рабинович и Петр Романовский разыграли партию живых шахмат. Брусчатку расчертили на 64 квадрата, по которым двигались живые фигуры. Матросы и пехотинцы, короли со знаменами, королевы в сарафанах, всадники, артиллеристы с пушками. Ходы передавались по телефону, и игра закончилась в ничью. Из Санкт-Петербурга в Древнюю Грецию. 356 год до н.э. В ночь с 20 на 21 июля житель греческого города Эфес, Герострат, сжигает храм Артемиды. И только лишь для того, чтобы прославиться. Что стало с безумцем неясно. По одним данным его казнили, по другим изгнали. Известно только, что правитель Эфеса дал строжайшее указание не упоминать имя преступника ни в каких документах. Но историк Фиапом нарушил запрет, и таким образом Герострат добился своей цели. Если у вас цель – хорошо отдохнуть в выходные, желаю вам ее достичь. Главное – помните о средствах. Чтобы без ущерба и для себя, и для окружающих. И до новой познавательной встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин